Спасибо. Я извиняюсь не с той скоростью, быстрее надо двигаться. Профессор Питунина Нина Александровна сделает доклад на тему интенсификация сахароснижающей терапии, рекомендация и реальная клиническая практика. Мне кажется, это один из самых глобальных вопросов. С одной стороны, да, рекомендация алгоритмы, а вот есть еще реальная жизнь, реальные возможности, доступность. Я люблю, как она звучит, affordability, доступность. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Да, и спасибо за анонс моего доклада, потому что на самом деле все то, что я слушала на предыдущей секции и уже прозвучало сегодня, по сути, есть предтеча к тому, чтобы мой доклад звучал как вывод, да, значимость интенсификации сахароснижающей терапии. Ну и сама выделю для себя пункты, на которых я хотела бы остановиться и привлечь ваше внимание. Конечно, я немножко коснусь рекомендаций, хотя в конце второго дня уже трудно, наверное, найти человека, который бы не услышал их в этом зале, но только лишь с той позиции, которую хочу продолжить далее, то есть место ингибиторов ДПП-4. Действительно покажу вам, что же происходит в реальной клинической практике, насколько следует этим рекомендациям. И, безусловно, мне кажется, тоже очень важный аспект, и мне, по крайней мере, хотелось бы подчеркнуть это в своем докладе, что еще лежит в основе выбора терапии, кроме концепции, которая уже названа глюкоцентрической концепцией. И представлю вам результаты нового исследования. Это исследование реальной клинической практики, где был использован аллоглептин, и это тоже всегда интересно. Рандомизированные исследования, реальная клиническая практика. Итак, последнее обновление алгоритма консенсуса АД и ЕСД, как вы прекрасно знаете, ключевым аспектом делает индивидуальный подход, что означает, что терапия должна подбираться индивидуально с учетом особенностей каждого пациента, и в том числе предпочтение пациента – важнейший фактор, влияющий на выбор терапии. Вы уже неоднократно видели эту схему и понимаете, что цель лечения – это снизить риски осложнений, улучшить качество жизни каждого конкретного нашего пациента. И, безусловно, в этом выборе мы основываемся на определении цели лечения, разработке плана лечения, как лепестки ромашки появляются перед вами эти задачи. Совершенно справедливо Гагик Радикович в предыдущей части сказал, что на каждую из них можно читать лекцию, но такой возможности нет, поэтому в совместном принятии решений с пациентом я бы выделила, может быть, мне как-то это очень импонирует, делегирование ему полномочий с целью, может быть, повышения степени ответственности за свое здоровье, что, на мой взгляд, ассоциировано, конечно, с повышением мотивации, степени приверженности лечению. Учет специфических факторов, влияющих на выбор терапии, оценка ключевых характеристик пациента, то, на чем и базируется во многом выбор цели и способов достижения цели. И очень важные аспекты – это необходимость пересмотра плана лечения не реже одного-двух раз в год и контроль за достигнутым результатом, как вы знаете, через 3-6 месяцев с принятием решения об интенсификации терапии. Ну и вы знаете, что на самом деле очень важный аспект появился в последних рекомендациях с позицией персонификации выбора лечения, где ключевым вопросом, который каждый из нас должен задать себе, стоит следующее – есть или нет сердечно-сосудистые заболевания или сердечная недостаточность, и тогда препараты приоритетные здесь обозначены. Но я хотела бы обратить ваше внимание на то, что о какой бы группе пациентов мы ни говорили, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, не имеющих их, и когда в приоритете минимизация риска гипогликемии и даже минимизация набора массы тела, или же мы говорим о выборе сахароснижающей терапии с позиции доступности, посмотрите, ингибиторы ДПП-4, они здесь выделены на слайде красным цветом, обозначены для каждой категории больных, будь то второй или третий уровень выбора терапии, но они присутствуют действительно для каждой из категорий. Особенно важно, и мы прекрасно знаем, используя ингибиторы ДПП-4 уже более 10 лет в реальной клинической практике, беспрецедентная безопасность, когда мы говорим о риске гипогликемических состояний. Я знаю, что в программе были целые, как говорится, симпозиумы в ходе этого уже нынешнего съезда, посвященные оценкам и рискам гипогликемических состояний, поэтому позволю себе не говорить более об этом дополнительно, но ингибиторы ДПП-4 здесь приоритетны. И даже если мы говорим о доступности с позиции стоимости и выбираем сульфанилмочевину, а здесь говорится о том, что ключевым аргументом в пользу выбора производных сульфанилмочевины является доступность и учет стоимости. Но вот мы понимаем, что диабетопрогрессирующие заболевания в любом случае потребуется дальнейшей интенсификации лечения, и в этом отношении комбинации тоже должны быть безопасными. И видим, что в этом случае комбинированной терапии рекомендуют добавить опять-таки препараты безопасные, ингибиторы ДПП-4 или ингибиторы СГЛТ-2, но максимально доступные по стоимости алоглиптин может претендовать на эту позицию. Конечно, комбинированная терапия в приоритете, и действительно сегодня было много рассуждений на тему, где место, какие показатели гликированного являются основанием для старта комбинированной терапии, но совершенно четко, что мысль уже витает в воздухе, и мы движемся вместе с вами, скорее всего, в сторону смещения, я это называю, влево, более раннего варианта назначения комбинированной терапии, и аргументов к этому уже есть много, в том числе и, конечно же, прежде всего, с позиции доказательности. Но и преимущества комбинированной терапии, они заключаются не только в более скором достижении гликемического контроля, они оправданы, конечно, и под физологическим подходом к выбору лечения у каждого конкретного пациента с диабетом 2 типа, о чем, я думаю, что и на прошлом симпозиуме, и на этом уже нам очень детально рассказал Александр Сергеевич, и с позиции роли бета-клетки, и с позиции инсулинорезистентности. Ну, а использование фиксированных комбинаций, особенно в стартовой комбинированной терапии, да и на последующих этапах, конечно же, способно улучшить степень контроля. И здесь, вот в этой части алгоритма, есть, может быть, еще один ориентир в пользу выбора комбинированной терапии на старте, не только конкретные показатели гликированного гемоглобина, но и превышение целевого уровня на 1,5%, тоже может быть аргументом в пользу назначения комбинации сразу. Итак, подводя итог вот этой части своего выступления, мне хотелось бы сделать три акцента. Действительно, общий подход к лечению должен базироваться на предпочтениях пациента и клинических его конкретных характеристиках. Доступность лечения, стоимость, ну и, соответственно, наличие в льготном списке будут являться дополнительными бонусами в пользу выбора того или другого препарата. И ингибиторы ДПП-4, что очень важно подчеркнуть, действительно могут быть использованы у широкой категории наших пациентов, потому что всегда, когда мы говорим о показаниях, мы не должны забывать, что часто у наших больных коморбидных мы сталкиваемся с серьезным блоком противопоказаний и не можем это преодолеть. Так вот, ингибиторы ДПП-4 в этом отношении являются уникальными. Они могут быть использованы при любых, по сути дела, сопутствующих заболеваниях, клинических характеристиках пациента и даже такая фраза, культурных и социально-экономических факторах. Ну и насколько же рекомендации, которые мы буквально пунктиром, как говорится, вкратце вспомнили с вами, близки или далеки к реальной клинической практике. Мы тоже на эту тему разговариваем с вами совсем не первый раз, но я думаю, данные, которые я хочу показать, расширят этот спектр наших представлений и, к сожалению, общих проблем поздней интенсификации лечения, позднего старта. Ну и чтобы от какой-то, как говорится, концепции танцевать, конечно, давайте вспомним, какие же рекомендации на сегодняшний день актуальны с позиции стартовой комбинированной терапии или когда она будет показана на этапах интенсификации. Они вам хорошо известны, хотя внесут в себя определенные противоречия. И Российская ассоциация эндокринологов, так же как Американский колледж эндокринологов, называет гликированный гемоглобин 7,5 и выше как основание для стартовой комбинированной терапии. В то время как Американская диабетическая ассоциация, как говорится, в рекомендациях стоит вот этот уровень гликированный 9, ну и по моему мнению в этом уже есть некий диссонанс. Ну а при недостижении целевых значений гликемического контроля мы тоже прекрасно знаем, если мы на протяжении 3-6 месяцев не добиваемся цели, мы обязаны терапию интенсифицировать. Ну и понятно, какие аргументы лежат в основе этого. Много говорилось о формировании метаболической памяти и даже, как говорится, сроке возможности перехода хорошей, плохой памяти и последствий этого. Но понятно, что плохая метаболическая память, она нас тревожит прежде всего с позиции риска осложнений. К этому тоже есть множество доказательств. Вот только лишь одно из них, что задержка интенсификации всего лишь на полгода при гликированном выше 7, ведь и спустя 5 лет кратно увеличивала риски развития сердечно-сосудистых заболеваний на 20%, инфаркта на 25% по сравнению с группой лиц, где эта интенсификация была произведена незамедлительно. Ну и несмотря на эти данные, отвечая на вопрос, когда же мы реально назначаем сахароснижающую терапию на старте или на этапе интенсификации, посмотрите, о чем нам говорит база данных, полученная в США в период с 5 по 16 год, и здесь идет речь о назначении первого препарата. Во-первых, обратите внимание, что гликированный гемоглобин при назначении первого препарата выше 8. Это уже, конечно же, заставляет нас действительно задаваться вопросом, когда мы выставляем впервые возникший сахарный диабет. Следующий вопрос должен стоять, а сколько лет на самом деле этот человек диабетом болеет? Но посмотрите, несмотря на, в общем-то, по показателю достаточно поздней диагностики заболевания, от момента диагностики до назначения первого сахароснижающего препарата прошло еще 3-7 месяцев. 3-7 месяцев. Тогда, конечно, встает вопрос, чего мы ждем, и вот это новое чувство срочности, о котором мы вместе с Александром Сергеевичем и вслед за Александром Сергеевичем говорим, конечно же, так сказать, этот вопрос закономерно здесь задать. В отношении второго, так сказать, этапа интенсификации и назначения второго, а в последующем третьего препарата, вы видите, что здесь ситуация тоже далека, к сожалению, от рекомендации, которые мы только что с вами сейчас вспомнили. И мы видим, что полтора года в среднем проходит до момента присоединения второго препарата, а третьего этот период растягивается практически до 7 лет, и вы видите, что гликированный гемоглобин к этому моменту тоже уже выходит за пределы целевые, по крайней мере, составляет выше 8%. Но далее здесь представлены данные из того же источника, данные США, период 5-16 год и назначение второго сахароснижающего препарата. Здесь вы можете видеть массу полезной информации. Это и выбор в качестве второго препарата конкретной группы сахароснижающих средств, и период времени до назначения второго сахароснижающего препарата, и показатель гликированного гемоглобина, когда это происходит. И тоже видите, что здесь эта ситуация, так сказать, не менее напряженная, и второй препарат присоединялся, когда уровень гликированного гемоглобина был уже выше 8%. Средний показатель 8,4%. Ну и для того, чтобы, может быть, не показалось, что это однобокая информация, что действительно проблема глобальна, посмотрите, здесь уже данные Великобритании, которые тоже демонстрируют нам, что назначение второго сахароснижающего препарата происходило в период, действительно, позже, чем 4 года, и уровень гликированного гемоглобина при этом уже приближался к 9%. То есть, действительно, ситуация глобальная, касающаяся ни одного континента, и касающаяся нас в том числе, безусловно, и данные по России на эту тему тоже неоднократно представлялись. А теперь, что же выбирается в качестве второго препарата? И здесь вы видите тоже диапазон времени, и мы видим, что остаются в приоритете производные сульфанилмочевины, хотя здесь нельзя не замечать динамики изменения в пользу препаратов инновационных. И вчера при открытии съезда Михаил Борисович говорил, что на нынешний год процент использования по Москве инновационных препаратов в целом суммарно, это инкретины ингибиторы SGLT2, составляет 9%. Но вот посмотрите, как в этом диапазоне времени все-таки меняются приоритеты. И мы видим, что в период с 2005 по 2016 год использование производных сульфанилмочевины снизилось с 60% до 46%, а ингибиторов ДПП-4 увеличилось до 20%. Правда, это уже не российские и не московские данные, но тем не менее, Михаил Борисович тоже вчера демонстрировал динамику, и несмотря на скромную цифру 9%, мы видели, что идет тоже увеличение и прирост использования, и преимущество, кстати, из этих трех классов, да, ингибиторы ДПП-4, агонисты ГПП-1, ингибиторы SGLT2, за счет в основном ингибиторов ДПП-4. Так что же еще, кроме, как говорится, показателей гликированного гемоглобина, вот с этой точки зрения глюкоцентрической концепции и преимуществ действительно комбинированной терапии, что еще влияет на выбор терапии и у конкретного пациента, да и в целом рассуждая о всей популяции больных с диабетом 2 типа, какой должна быть стратегия. И здесь, безусловно, мы с вами должны обратиться к патофизиологии. Вам хорошо известны эти 11 звеньев патогенеза развития заболевания. Эта концепция носит название бетацентрической концепции, а переход с глюкоцентрической на бетацентрическую концепцию, конечно же, на мой взгляд, смещает наши приоритеты еще, может быть, с позиции более ранней комбинированной терапии. Потому что мы понимаем, с одной стороны, что диабет очень сложное заболевание, а с другой стороны, что изменения бета-клеток возникают рано. И на момент постановки диагноза мы, собственно, уже констатируем нередко и говорим об исчезновении 50% пула в процессах дедифференцировки и так далее. И, конечно же, более раннее использование, тем более здесь приоритетные препараты, на мой взгляд, инкретинового ряда, с этой точки зрения, конечно, очень и очень важный момент. Ну и посмотрите, я здесь хотела бы показать вот в этом патогенетическом подходе к выбору партнерства к метформину возможности, которые несут в себе инкретины. И вот на примере ингибиторов ДПП-4 и конкретного представителя класса алоглептина обратить ваше внимание на экспериментальные работы, которые свидетельствуют о том, что алоглептин индуцировал пролиферацию бета-клеток человека у мышей, привитых островковыми клетками человека. И было показано, вот вы видите здесь сравнение контроля и результатов на алоглептине, где вы можете видеть, что отметили не только пролиферацию бета-клеток, но и повышение секреции инсулина, что, конечно же, очень важно, вот эта функциональная составляющая. И в целом получили данные, которые говорили о восстановлении морфологии островков. Я уже не буду здесь в силу дефицита времени детально останавливаться на том, что секреция инсулина – это очень сложный процесс, и сам островок, как говорится, состоит из целого ряда клеток, имеющих взаимодействие между собой. И поэтому, конечно, восстановление морфологии островков тоже звучит как принципиально важное, продемонстрированное вот в этой экспериментальной работе на алоглептине. Ну и последний блок – это данные реальной клинической практики, и очень важно, что не так давно, так сказать, были опубликованы пока еще промежуточные результаты. Опубликованы они были в 2018 году в журнале «Сахарный диабет» исследование «Интайр». Это применение алоглептина випиде при терапии диабета второго типа в реальной клинической практике на территории Российской Федерации. Ну, на сегодняшний день, я думаю, что у нас уже ни у кого нет сознания противоречия между, так сказать, оценкой, ролью и местом рандомизированных клинических исследований и исследований реальной клинической практики. Мы их ни в коей мере не противопоставляем. Мы понимаем, что вторые обогащают, так сказать, первое, нередко выводят за пределы жестких условий рандомизированных исследований когорту больных. Это часто и более тучные, и более пожилые пациенты. И здесь нет давления, как говорится, ни на пациента участия в исследовании. Ну, в хорошем смысле давления, но, тем не менее, это все равно нереальная клиническая практика, да, когда пациент более мотивирован, и контакт с врачом происходит более часто. И нет давления на врача условиями протокола, нет указаний врачу-исследователю, как вести конкретного пациента, и нередко решение принимает сам врач. Ну, и поэтому, конечно, и то, и другое, их всегда у нас есть вопрос. Да, мы знаем результаты рандомизированных исследований, насколько они повторяются в реальной клинической практике. Ну, и иногда мы видим, что не совсем повторяются. Вот в отношении ингибиторов ДПП-4 чаще видим соответствие этому. И позвольте мне представить вот некоторые позиции этого исследования. Интайн, которое было многоцентровым, наблюдательным, неинтервенционным исследованием. И пока это анализ только части пациентов. Исследование проводилось в 28 городах, 190 центров приняли участие. Вы видите здесь главного исследователя. И включались пациенты, до того не получавшие лекарственной терапии, так называемые наивные пациенты с сахарным диабетом 2 типа, или пациенты, которые уже получали терапию за исключением ингибиторов ДПП-4 и агонистов ГПП-1 и не добивались целей лечения. И в целом характеристика дизайна исследования выглядит следующим образом, что было отобрано по критериям включения и исключения 1400 пациентов, чуть больше. Они осуществили три визита. На первом визите принималось решение о назначении алоглептина в дозе 12,5 или 25 мг однократного приема в день, промежуточный анализ через 3 месяца и завершение исследования через 6 месяцев после включения. Первичная конечная точка – это динамика изменения гликированного гемоглобина, а вторичные конечные точки позволяли оценить количество пациентов, добившихся целей лечения гликированной менее 7, давали характеристики по гликемической триаде и, в частности, уровню глюкозы плазма натощак, доля пациентов, ответивших на лечение, это изменение гликированного гемоглобина не менее чем 0,3% от начального, и, конечно, оценивались вопросы безопасности терапии. Вот посмотрите характеристики пациентов. Это, в общем, типичные наши больные, имеющие, прежде всего, факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, 70% имели артериальную гипертензию, дислепидемию, вы видите, тоже имели более 50% больных, но были пациенты и уже имеющие сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт. Длительность диабета была различна, как вы видели, от стартового назначения, то есть впервые заболевшие пациенты, до стажа диабета более 10 лет. Вот здесь тоже представлен очень интересный срез, на самом деле, обращает к нам, нас уже к реальной нашей клинической практике с позиции получаемой терапии. Посмотрите, более 50% монотерапии получали бегуаниды, около 4% производные сульфаниломочевины. Из комбинаций, это преимущественно бегуаниды, производные сульфаниломочевины, то есть комбинации с метфармином около 15%, четверть до того терапию не получали. И гликированный гемоглобин здесь разбит на 3 группы, и результаты тоже будут представлены с позиции этих трех групп. Менее 7,5%, 7,5% и более 9%. И такие пациенты, вы видите, тоже составили около 14% от включенной группы. Здесь вы видите динамику изменения гликированного гемоглобина к 3 месяцам, минус 0,6%, и к 6 месяцам, это показатель средний 6,9%. Изменение гликированного гемоглобина больше, чем на 1% за весь период наблюдения, в среднем 1,1%. Ну и вы здесь вот видите этот диапазон изменения в течение каждого временного отрезка. По глюкозе плазма натощак и постпрандиальной гликемии вы тоже видите хорошую динамику, которая продолжила и имела тенденцию к снижению и после 3 месяцев, и показатель глюкозы плазма натощак изменился с 8,3% до 6,4%, а постпрандиальный с 10% до 7,8%. Дальше, ну это обычная ситуация, зависимость динамики изменения гликированного от исходного уровня, и вы видите, что максимально это было у лица, имеющих гликированное более 9%, это более 2%, 2,2%. Ну и между каждой вот этой подгруппой с ранжированием гликированного 7,5-7,5-9% и более 9%, вы видите дополнительное снижение на 0,5% и на 1,1%. Ну и вот этот вывод, что максимально более 9% до 2,2%. Количество больных, ответивших на лечение к третьему визиту, составило более 91%. Ну и здесь хороший профиль безопасности, тяжелых нежелательных явлений зафиксировано не было. Выводы позволяют нам говорить о соответствии полученных данных ранее выполненным рандомизированным исследованиям, хорошем профиле эффективности и хорошем профиле безопасности. И таким образом, в настоящий момент аллоглептин изучен в рандомизированных исследованиях и в исследованиях реальной клинической практики, пока в предварительном анализе, но скоро будет, так сказать, полный анализ представлен, демонстрирует высокую эффективность, хороший профиль безопасности, в том числе показано и в исследовании экзамен по сердечно-сосудистой безопасности. Здесь мы можем косвенно делать выводы. Я делала акцент на категории больных включенных и каких-то нежелательных явлений в ходе наблюдения зарегистрировано не было. Показано более длительное удержание эффекта по сравнению с сульфанилом очевидной в исследовании Эндур. Ну и, что очень важно, так сказать, акценты на патогенетическую терапию, положительное влияние на функцию бета-клеток, которые я только очень коротко представила вашему вниманию. Спасибо. Нет, еще не спасибо, извините, последние слайды, я действительно скажу спасибо. Но фиксированные комбинации, они доступны, алоглиптин плюс метформин, и с патогенетической точки зрения, и с позиции приверженности лучшей переносимости, безусловно, это тоже есть и должно быть использовано. А вот теперь спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.